Дорогие зрители, разрешите перед просмотром видео занять у вас буквально одну минуту времени и сделать объявление. 21 ноября стартует наша Аскеза 8 суббот Сатурну. Аскеза это специальная ведическая практика, направленная на гармонизацию планеты. На Аскезе мы будем с вами подбирать аскетичное питание по субботам, петь специальные мантры для гармонизации Сатурны, делать упаи, также будет множество лекций по гармонизации отношений с родом, родовые медитации, а также разбор Сатурна в вашей натальной карте со всеми аспектами, а также подбор индивидуальных упаи, которые будут Сатурн гармонизировать. Еще будет организовано участие в Ягье или Пудже, которое направлено на гармонизацию Сатурна. Ягье проводят потомственные браманы во Вриндаване. Зарегистрироваться можно по ссылке в описании к этому видео или по QR-коду на экране. Благодарю за внимание и желаю вам приятного просмотра. Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Джулия, я ведущая аскетс-астролог, также занимаюсь тем, что связано с духовным ростом. Сегодня мы с вами разбираем Сатурн в Раке, погружаемся с вами в разбор Сатурнов в разных знаках Зодиака. И Сатурн в Раке достаточно необычное положение. Как вообще для Сатурна в любой водной стихии, Сатурн у нас отвечает за фундамент, дисциплину, ответственность, внутренний стержень, наши ценности сформированные, как мы решаем проблемы, как мы справляемся с какими-то сложностями. И когда вот этот фундамент, вот эта структура, она находится в стихии воды, в знаке Рака, это, конечно, не лучшее положение, потому что Сатурн здесь очень уязвимый, мягкий. И это фундамент, который построен на воде, который вот так постоянно шатает. Это внутренний стержень тоже такой из воды. И получается, что, особенно в знаке Рака, это может быть ранимость, это может быть уязвимость, восприятие близко к сердцу всего, внутренние переживания, внутренние смятения. И чувства, они хранятся обычно за, как сказать, за панцирем, за оболочкой, потому что знак Рака, у него есть своя собственная скорлупа, за которой он как бы все прячет. И получается, что в знак Сатурна здесь тоже ответственность, дисциплина и все такое, оно как бы где-то находится внутри. Снаружи может показаться, что этот человек может быть достаточно безответственным, что достаточно неорганизованным, непунктуальным, избегающим ответственности. Ему может очень сложно отдаваться организаторские способности, распределение финансов, например, вообще любая структура, движение и так далее. То есть человек может не видеть картину всю в целом и не может холодно двигаться по своей стратегии, по своему планированию. А возможно, что у человека вот импульс какой-то пошел, потому что Сатурн здесь управляется Луной. Состояние изменилось, и он изменил направление. Волна снова переметнулась в другую сторону, течение пошло, и человек туда пошел. То есть здесь нет четкой организационного, такого четкого стратегичного мышления, движения, структуры. И человек, он вот на воле импульса, на воле подсознания. И это тоже может работать на самом деле, потому что Сатурн в раке может предпринимать на основе своего, своей интуиции, например, какие-то тоже важные решения. То есть один человек, он благодаря стратегии может, например, добиться результатов и успехов, то Сатурн в раке, он может благодаря интуиции добиваться. Но здесь, опять же, это только в суперплюсовом, проработанном варианте. Потому что в минусовом варианте, ну, у многих, наверное, минусовой вариант, это когда ты просто хаотично двигаешься, и при этом никуда не сдвигаешься. То есть ты принимаешь какие-то решения, основанные на интуиции, по воле твоего настроения, уволился с работы, потом пошел на другую, потом понял, что нет, это тоже не по душе, пошел в третью. Как-то супер какие-то нелогичные решения, еще консерватизм тоже очень жесткий может быть. То есть это могут быть решения, которые работали, там, знаете, ну, там сто лет назад примерно. Либо это решения, которые могли, ну, как бы, которые, ну, допустим, человек, вот он получил какой-то позитивный опыт, в школе, например, да. Ну, там у всех были популярные вот эти вот телефоны, например, с таким диском были, которые вот так надо набирать. Вот он так его любил, например, этот телефон и так далее. И вот сейчас он такой думает, так, вот это же было так популярно, создам-ка я снова вот эти вот проводные телефоны. Я уверен, что людям это надо, что им это нравится. Хотя человек может не учитывать движение, движение технологии, движение вот этого нового времени, что сейчас уже время изменилось. И он может принимать решения, какие-то, которые были выгодны в прошлом, но совершенно не актуальны в настоящем. Вот. И может быть тоже тоска по прошлому, там раньше было лучше. Принятие вот этих решений, человеку может казаться, что это тоже какая-то интуиция, хотя с точки зрения настоящего, это абсолютно нелогично, это против времени, совершенно там устарело, например, да. Но здесь опять же может быть то, что это идет его в тупик, но также может быть, что человек, допустим, предсказал там новое время, как сейчас, например, тоже возвращается в моду все забытое старое, да, мода 90-х, сейчас это все тоже супер популярно. И вот, например, человек снял фильм о 90-х, и вот он супер излетел, и там какая-то невероятная популярность, то есть может развернуться и так тоже. Вот. Поэтому здесь все, конечно, зависит от того, насколько Сатурн проработан, насколько эта интуиция проработана и так далее. Вообще у Сатурна в Раке очень важно, какие отношения были с родителями, потому что, в принципе, здесь весь Сатурн, он сформирован по какой-то модели, которая была у него в детстве. Это либо родительская модель, либо там модель бабушки с дедушкой, ну, смотря кто воспитывал. То есть, допустим, если человек воспитывался в семье, где было, допустим, все плохо с деньгами, была какая-то экономия, было отношение к вещам очень, ну, там, может быть, они пользовались чем-то старым, то есть ничего нового не покупали, то есть и в дальнейшей жизни, например, человек может также и жить продолжать, то есть ничего не меняя. Соответственно, он может там пользоваться какими-то там старыми вещами. Даже если он будет большую зарплату, например, зарабатывать, он все равно как будто бы будет стеснен в финансах, что ли, потому что он не сможет из этих денег что-то вот, ну, преобразовать свое пространство. То есть здесь вот с этим могут быть проблемы. То есть те ценности, которые заложены были в детстве, если это были программы бедности, например, программы того, что финансы это зло, что они развращают и так далее, то, соответственно, человек вырастет полностью, впитав вот эти установки и совершенно их будет очень сложно из головы выкорчевывать, потому что вот эти родовые сценарии, родовые программы, это то, с чем нужно в первую очередь Сатурну в раке работать. То есть вы прям выписываете программы, которые у вас в роду. Финансовые программы с личным отношением, по построению семьи также. Допустим, если вас воспитывала только мама, например, допустим, там какая-то обида есть на мужчин, то она может, как бы, вот эта программа передастся вам, потому что здесь по роду оно напрямую указывает, что здесь нужно работать именно с родовыми программами, с родовыми установками, то есть, соответственно, вы прямо для этого пришли. Если Сатурн водолей, вот он как бы вдыхает в рот, например, наоборот, вдыхает что-то новое, то для Сатурна в раке нужна вот эта проработка. У меня про Сатурн водолея, я поэтому его привожу, потому что как бы глубже знаю, допустим, если вы, допустим, у меня все работали на заводе, я как бы пришла в роды, и в принципе эта программа повторяется, повторяется, то я такая как бы ошибка 404, которая такая, а я вот буду астрологом, а я вот буду работать на 15 всяких разных работах, просто хочу себя попробовать везде, я там и художник, и картины продавала, и сейчас одеждой занимаюсь, и астролог, и эзотерик, и все, на свете спляшу, и свадьбу какую-нибудь проведу, и такой новый вдох, то есть, да, и здесь тоже нужно иногда прорабатывать программы, я этого не исключаю, но в основном здесь задача как бы вот это новое веяние для того, чтобы избавить от консерватизма некого, а Сатурн в раке приходит для того, чтобы вот эти все программы проработать и вытащить их из-за костенелости, из консерватизма, из того, что там раньше было лучше, для того, чтобы дальше родовые программы, они были уже другими, для того, чтобы тоже в будущее что-то новое, уже проработанное передать, а не повторяющиеся, вот, поэтому здесь Сатурн в раке может идти по нескольким сценариям, он может либо тупо повторить все полностью, либо он может насмотреться в детстве и сказать, что у меня так никогда не будет, я буду делать все абсолютно наоборот, то есть это допустим, если у человека была бедность-бедность, например, то на энергии вот этой психотравмы, каких-то вот триггеров, ошибок, да, то есть он просто сделает себе невероятную финансовую карьеру, например, он в детстве так сильно наелся этим нищенством, так сильно это его повергло в шок, что он просто сказал, что я сделаю все для того, чтобы моя семья никогда в этом не нуждалась в деньгах и так далее, вот, это как бы от обратного, ну и естественно, обязательно восстанавливать, беречь хорошее отношение с родителями, потому что от этого напрямую зависит ваш успех, как вы относитесь к родителям во внутреннем плане, во внешнем плане ваше общение, либо там во внутреннем плане обязательно, если вы осуждаете, если вы пренебрегаете, если вы критикуете, считаете, что вы самый умный, соответственно, Сатурн здесь будет давать много кармических проблем, это может быть там потеря денег, депрессии, негативные состояния разные, с работой все плохо, вот эта бедность какая-то, состояние того, что никто меня не понимает, вот, самое важное здесь проработка родителей, и тогда Сатурн ваш прям зацветет. Здесь также еще один момент, какой может быть, важно быть патриотом, важно беречь семейные ценности, там, посещать могилы предков, вот той же на аскезе мы как раз будем разбирать, избирать вот эти упаи, которые подходят индивидуально для каждого Сатурна, потому что для кого-то, например, будет гораздо важнее проработка именно сценариев вот этих родительских, ну, это как раз у нас там три лекции по роду будет, и упаи старшим, соответственно, там, забота, посещение могилы предков, там, патриотизм и так далее, все очень достаточно индивидуально, но при всем при этом, как раз человек, у кого Сатурн в раке, могут, могли воспитывать в очень, как бы, холодной семье, где не было теплоты какой-то, потому что Сатурн, он сковывает и показывает, где человеку в семье, в роду чего не хватало, то есть где была какая-то скованность, ну, допустим, у Сатурна в тельце это может быть там недостаток тоже финансов, Сатурн в раке может быть недостаток любви, недостаток взаимопонимания, теплоты, то есть человека могли очень сильно задавливать какой-то дисциплиной, того, что надо там прикрикивать, да, на него давить и так далее. Также очень важно подходить с консервативным подходом, с ответственностью к созданию собственной семьи, и я думаю, что это у Сатурна в раке есть, потому что для него семья очень-очень важную ценность на самом деле имеет, то есть это достаточно, ну, как бы, преданные, преданные семьянины, которые посвящают себя семье, детям, для них вообще важно, чтобы кто-то их поддерживал, чтобы у них была какая-то вот опора внутренняя, что там видеть семьи, либо видеть друзей и так далее, то есть важно для того, чтобы их кто-то психологически поддерживал, либо иметь вот эту психологическую опору. Но при всем при этом обязательно подходить именно с консервативным подходом к построению семьи, то есть это стандартная семья, где стандартные традиционные ценности, патриотизм, уважение к своей земле, к роду, привитие родовых традиций каких-то, то есть вот это все важно проводить. Но, конечно, не исключено, что именно с этим и будут проблемы, то есть это, может быть, и будет зона проработки, когда, может быть, семья не такая дружная у человека, и нужно вкладывать туда вот дополнительный, вот какой-то внутренний ресурс, либо человеку сложно свою семью там потянуть, может быть, финансово, либо как-то вот человек чувствует себя неудовлетворенным, нереализованным в семье тоже. Но и, конечно, нужно в первую очередь пройти сепарацию со своей собственной семьей, с матерью, с отцом для того, чтобы разъединиться с программами с их. Вот, очень сейчас, я замечаю, люди могут там 30-40 лет даже, они все еще сепарацию не прошли. Сепарация, когда ты считаешь, что ты и твой родитель, это одно и то же. То есть, когда вот эта пуповина, как бы, она не рассечена, что ли, на тонком плане. То есть, когда ты не идентифицируешь себя как отдельного человека, тебе кажется, что у вас, допустим, там с мамой должны быть одинаковые программы. То есть, вы не воспринимаете друг друга как двух разных людей, у которых может быть разные вкусы, ценности, внимание и так далее. Какая-то борьба может быть против ценностей матери, борьба может быть там обесценивание, непонимание, либо наоборот, человек супер зависим от одобрения, супер зависим там от какой-то поддержки и так далее, и он вообще не может там без мамы и шагу ступить. Вот, то есть, соответственно, вот эту сепарацию нужно проходить, и это очень-очень ценно. То есть, я когда эту, ну вот эту практику делала, и у меня вот это, все отношения просто такая, господи, так мы два разных человека, мы же можем быть разными, а что так можно было, что ли? Вот, мне не нужно убеждать никого в своих выборах, в своих ценностях, в тем, что мне нравится. И мне не нужно никакое одобрение, потому что мама может иметь, например, другое мнение, это нормально, потому что мы два разных человека, которые живут, ну там разную, там разная жизнь достаточно. Но при этом это не мешает вам любить друг друга, уважать друг друга, взаимоуважение ценностями и так далее, и принимать друг друга. То есть, от этого отношения, они еще более крепкие становятся, уходят какие-то конфликты. В общем-то, очень рекомендую вам, ну канал Зины Шамаян, например, я вот по этому каналу очень так хорошо проработала отношения с родителями, то есть, там, в принципе, много всяких техник есть, я очень много видео просмотрела, делала практики. И вот наружу Сатурн может быть очень холоден, сам тоже по себе, эмоции могут тоже прятаться где-то в глубине, но при всем при этом внутри происходит, ну внутри эти эмоции как бы есть, эти чувства какие-то есть, просто они, скорее всего, с Сатурном, опять же, скованы, сжаты, и выразить их может быть очень сложно. И итог можно подвести такой, что Сатурн в раке очень мягкие, очень спокойные люди, которые привязаны к семье, к семейным ценностям, и при этом они могут часто угождать другим людям. Кстати, тоже надо подметить, да, что иногда они могут наступать на горло для того, чтобы угодить окружающим. Даже вот может быть чересчур вот это угождение окружающим за одобрением, потому что, опять же, это одобрение подсознательно человек ищет у родителей, допустим, если этого одобрения не было. Вот, ну в принципе на этом все, благодарю вас за внимание, пишите в комментариях, как Сатурн проигрывается у вас, ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока!